Долгожданная реставрация усадьбы Зубкова, где в настоящее время располагается управление Роспотребнадзора по Ивановской области, откладывается на неопределенный срок. Еще два месяца назад сотрудники Департамента культуры и туризма были обнадежены информацией о выделении средств из федеральной казны. 1 миллион 700 тысяч предполагалось направить на доработку проектных изысканий, а чуть более 50 миллионов на комплексную реставрацию фасада и благоустройство территории. Но пока о давней мечте восстановления липного декора усадьбы не суждено сбыться. Организационный финансовый план пока не утвержден, не опубликован. По предварительной информации нашего объекта там нет. Но здесь нужно понимать, что одних усилий региона мало. Мы несколько раз уже обращали внимание компании-пользователя или, скажем, органов власти, которые занимают этот особняк с тем, чтобы они тоже предпринимали шаги. В настоящее время состояние памятника архитектуры выполнено в стиле барокко, оценивается как крайне неудовлетворительное. Богатый лепной декор частично утрачен. Необходимо принимать срочные меры по спасению объекта культурного наследия. А раньше усадьба была жемчужиной Дмитровской слободы. В этом доме провел ночь великий князь Николай Александрович, сын Александра II, того самого императора, который подписал положение об образовании нашего города. Николай Александрович совершал путешествие, знакомился со страной. Воспитателем и наставником был будущий обер-прокурор святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Естественно, тот стадион, который напротив, он выглядел иначе. Там были поля, луга, ходили крестьянки. Сейчас в это трудно поверить, но вот именно так по дневнику предстает окружающий ландшафт, который был в то время. По сохранившимся записям в дневниках известно, что великий князь Николай Александрович смотрел с этого самого балкона на хороводы и фейерверк, устроенный в честь приезда высокого гостя. Сейчас выходить на балкон небезопасно. В департаменте культуры надеялись, что уже весной вокруг здания появятся строительные леса, но, вероятно, свои коррективы внес кризис. Но, несмотря на очередную неудачу, попытки вернуть зданию было величие и красоту продолжатся.